Международный форум двигателестроения Да, Светлана Российская, двигателестроения продолжают идти вперед, при этом предприятия в рамках импортозамещения осваивают производство новых моделей и компонентов двигателей, а также создают даже агрегаты уже следующего поколения. В стране этим занимаются несколько десятков компаний в Санкт-Петербурге, Московской, Ярославской, Свердловской, Ульяновской области, в Тюмени, на Алтае, Пермском крае список можно продолжать, а теперь конкретней про отечественные разработки. Завод «Пенза» «Дизельмаш» входит в «Трансмашхолдинг», собирает тяговые генераторы постоянного тока. Это часть дизель-генераторной установки маневровых тепловозов. Всего планируется собрать 560 таких агрегатов, а сами тепловозы собирают в Брянске. Сейчас перемещаемся в «Пензу». На «Пензодизельмаш» завершили реализацию масштабной инвест-программы развития производства дизельных двигателей. Общий объем инвестиций по ней уже составил полтора миллиарда рублей. На эти средства закупили новое оборудование и реконструировали производственные площади. А «Коломенский завод» запустил линию по обработке топливной аппаратуры. Это повысит качество обработки, увеличит выпуск деталей более чем на 40%. «Новая линия» — это тоже часть новой программы технического развития «Коломенского завода» с бюджетом почти 2 миллиарда рублей. На стенде Центрального института авиационного моторостроения ООН, работая с 1930 года, представлена эволюция моторостроения страны. Благодаря ученым этой организации тогда СССР были созданы первые поршневые двигатели, потом их сменили турбореактивные двигатели. Сейчас институт занимается разработкой двигателей нового поколения, в том числе гибридных. Из наших последних разработок — это работы, связанные с поршневыми двигателями для импортозамещения тех поршневых двигателей зарубежного производства, которые используются у нас в стране на ряде летательных аппаратов. И также работы по созданию гибридных и электрических силовых установок с использованием эффекта высокотемпературной сверхпроводимости. В прошлом году на МАКСе совершила первый полет летающая лаборатория, созданная совместно с Институтом СИБНИА и Уфимским авиационно-технологическим университетом ВИМАИ. С гибридной силовой установкой, в состав которой входил турбовальный двигатель, электромотор, генератор, аккумуляторные батареи, ну и соответствующая система управления и распределения электроэнергии. Кстати, Центральный институт авиационного моторостроения сотрудничает с Объединенной двигательной корпорацией. Именно эта организация занимается разработкой, испытанием и внедрением двигателей для отечественных самолетов и вертолетов. У ОДК на форуме центральный стенд. Кстати, весной Минпромторг России впервые показал российский авиадвигатель ПД-8, который заменит иностранные аналоги на самолетах Сухой Суперджет-100 и Бе-200. Этим занимается завод Сатурн Вярославской области. Уже в первой половине следующего года начнутся его испытания для последующей сертификации. Представители компании нам рассказали про современные технологии проектирования агрегатов. А в России они используются достаточно широко. Очень важный элемент цифрового проектирования это собственно моделирование процессов, которые происходят в авиационном газотурбинном двигателе. Основной акцент мы делаем на внедрении российских решений в проектирование авиационно-газотурбинных двигателей. Как вы знаете, создан индустриальный центр компетенции двигателестроения. Основная задача которого импортозамещение иностранного программного обеспечения. В настоящее время поданы несколько заявок от ИЦК двигателестроения. Эти заявки сейчас находятся на рассмотрении правительственной комиссии. И в ближайшее время должно быть принято решение о государственной поддержке проекта по импортозамещению цифровых решений. Параллельно на заводе идет полным ходом производство лопаток газотурбинных двигателей, необходимых именно для ПД-8. Представили на выставке двигатель ПД-14. Он необходим для среднемагистрального лайнера МС-21, который собирает в Иркутской области. На ВДНХ привезли прототип этого двигателя. Как говорят конструкторы, отечественные образцы будут конкурентоспособными на рынке довольно долго. О перспективных разработках нам рассказал генеральный конструктор Объединенной двигательной корпорации Юрий Шмотин. Хотелось бы поговорить сейчас про работу по направлению импортозамещения, по приоритетным направлениям, возможно и моделям двигателей, которые сейчас необходимы стране. Добрый день, Алексей. Действительно, форум для нас это знаковое событие. Международный форум двигателестроения проходит в 1990 году. Это уже больше 30 лет. И форум сегодня проходит в тот год, когда ОДК будет отмечать 15 лет и 110 лет с начала отечественного авиадвигателестроения. Конечно, много продукции будет представлено на этом форуме. Очень важны те направления, которые мы будем здесь обсуждать. И, конечно, мы находимся в то время, когда есть серьезные геополитические вызовы. При этом мы сталкиваемся не только с тем, что технологическая революция проходит в мире. Появляются новые технологии, новые подходы, новые типы силовых установок, которые на самом деле в ближайшем будущем тоже станут серийными и будут влиять на тот рынок, о котором мы говорим, где мы работаем. Безусловно, та ситуация, которая сегодня в мире, дает нам и серьезные масштабные возможности, потому что высвобождаются те рынки, которые раньше были заняты в том числе западными компаниями. И это для объединенных и среди корпораций не только возможность, но и вызов для того, чтобы в рамках данной ситуации продвигать продукцию отечественной разработки. Да, мы говорим о том, что это импортозамещение, но когда мы говорим о импортозамещении, мы говорим, что продукция, которую мы создаем в рамках данных возможностей, она должна быть конкурентно способна. То есть она должна не только не уступать зарубежным бездурбинным двигателям, силовым установкам, но и по многим параметрам превосходить. Потому что мы смотрим на перспективу N+, и для создания современных газотурбинных двигателей, конечно, нужны и новые технологии, и новые подходы к послепродажному обслуживанию, ну а также, безусловно, требуются новые механизмы взаимодействия с клиентами. И здесь, конечно, цифровизация, а один из основных лозунгов или направлений форума, где мы работаем, это цифровая среда двигательстроения. Юрий Николаевич, ну мы с вами помним, вот сейчас очень много молодежи студентов на форуме ходят, смотрят на эти стенды, мы помним советское авиастроение, эти прекрасные модели, ИЛ, ТУ, всегда Россия была на высоте, не побоюсь этого слова. Сейчас какие приоритетные направления? Вот ПД-14, прекрасный двигатель, который не уступает ничем зарубежным аналогам. Что мы можем еще рассказать о разработках? Ну, про двигатель ПД-14 вы сказали. Конечно, двигатель ПД-14 не только не уступает, но и превосходит. И этот двигатель на ближайшие 20-30 лет будет конкурентоспособный. А самое главное, что летательные аппараты с двигателем ПД-14 будут отвечать лучшим зарубежным аналогам. Кроме двигателя ПД-14, ключевым проектом УДК является двигатель ПД-8 для регионального самолета нового поколения, сухой суперджет Нью. Нью не только потому, что он с полностью отечественными комплектующими, но потому, что при создании этих комплектующих заложены те идеи и те знания, которые позволяют создавать конкурентоспособную продукцию, которая будет превосходить по требованиям то, что есть сегодня. Второй проект очень важный для нас, сложный проект, но проект, который мы планируем в ближайшее время завершить получением сертификата типа, это двигатель ТВ-117 СТ-01 для самолета Ил-114-300. Проводятся работы. Мы выполнили достаточно большой объем испытаний в обеспечении получения сертификата типа и в соответствии с планом реализуем данную программу. Еще ряд очень важных проектов, которые сегодня являются ключевыми в объединенных инфекционных корпораций, это двигатели для вертолетов, для сверхременных вертолетов «Ансад» К-226, это двигатель ОДК «Климов» ВК-650В, это двигатель ВК-1600В. И я хотел бы сказать, что на базе данных двигателей ОДК сформировало и реализует программу гибридных силовых установок. В частности, двигатель ВК-650В стал базой и будет базой для создания двигателя поколения N+, где комбинируется как газотурбинный двигатель, так и электродвигатель, и очень сложная система управления данным комплексом. Вот мы говорим сейчас о постепенном таком решении очень важных вопросов, но эффективном. И, конечно, хочется спросить про кадры. Все-таки это очень была научная школа сильная и в Советском Союзе, да, авиастроение, приборостроение. Как сейчас обстоит с этим вопросом, вот именно в ОДК, с молодыми специалистами? Возможно, есть какие-то программы подготовки, сотрудничайте с ЛУЗами. Ну, хороший вопрос. Безусловно, подготовка персонала, как комплексная программа от школы до дополнительного образования внутри корпорации, является одной из ключевых программ ВК. Создание новой техники, техники, где используются критические технологии. Невозможно без специалистов с новыми знаниями, навыками, то, что мы говорим, компетенциями. Поэтому в ОДК есть несколько комплексных программ. Одна из них, и я считаю, одна из ключевых программ, это программа «Крылья Ростех». В рамках данной программы мы взаимодействуем с базовыми ВУЗами объединенных и строительных корпораций. Мы закладываем идею в этой подготовке, что по истечению шести лет обучения в высшем учебном заведении в ОДК придут не просто молодые специалисты, а молодые специалисты с теми компетенциями, которых уже должен обладать инженер третьей категории. Поэтому спасибо нашим базовым ВУЗам, это и Московский авиационный институт, и Самарский университет, и Перский исследовательский университет, и Рыбинский государственный технический университет, и Уфимский государственный технический университет, и университеты в Санкт-Петербурге, военмех, и питерский политех, то, что они идут нам навстречу в части адаптации программы обучения. И в этой программе мы, кроме формирования дополнительных образовательных программ для получения знаний, приближаем студентов к производству. На первом курсе ребята получают рабочую специальность, второй, третий и последующие курсы проходят обучение, непосредственные практики на предприятиях. И даже есть интересная такая практика, что ребята, которые учатся в московском вузе, будут проходить практику в Перми. Таким образом, в ходе учебы они узнают все предприятия, которые входят в корпорацию. Это первая программа. Есть еще одна очень важная программа, которая инициирована Министерством образования Российской Федерации. Это передовая инженерная школа. И в рамках этой передовой инженерной школы УДК поддержало шесть высших учебных заведений. Это не только наши базовые вузы. И здесь уже идет подготовка магистров по тем ключевым специализациям, которые позволяют нам говорить о том, что мы будем конкурентоспособны при создании двигателя будущего. Ну, кстати, так называется одна из передовых инженерных школ. И обсуждая сегодня с ректорами подготовку студентов данных вузов, мы формируем совместно программы магистратуры отдельно подвигательных для гибридных силовых установок, применение искусственного интеллекта и датчики для двигателей нового поколения. Говорим о применении водорода в качестве топлива, либо других видов топлива, закладывая фактически на начальных этапах обучения те компетенции, которые специалистам нужны будут на работе УДК. Напоминаю, мы общались с генеральным конструктором Объединенной двигательной корпорации Юрием Шмотиным. Кроме вот таких серьезных стендов, есть и детское направление на форуме, его представляет Центральный дом авиации и космонавтики. Между прочим, это был первый авиационный музей не только в России, но и во всей Европе. А в 2024 году ему исполнится уже 100 лет. Сегодня здесь можно запустить дрон и полетать на симуляторе. Здесь у нас представлены разные экспонаты в виде детского творчества, которые они делают в наших кружках Центральной доме авиации и космонавтики. Значит, это как какие-то модели для детей от 5 до 9 лет, так и какие-то более серьезные вещи для детей от 10 до 18 лет в виде летающих дронов, сборки конструкторов, их настройки и программирования. И также, соответственно, они учатся у нас летать на симуляторах. Светлана, Международный форум двигателестроения будет работать до 28 октября. Это 57-й павильон около ракеты на ВДНХ. Если вы хотите связать свою жизнь с авиацией, добро пожаловать. Спасибо, Алексей. Это было прямое включение нашего специального корреспондента с Международного форума двигателестроения. Продолжение следует... Продолжение следует...